Потому что когда приезжаешь в общину, ты в голове создал образ того, что не существует, но того, что тебе хочется. И этот образ соответствует твоему возрасту, твоему образованию, ну и тому, что у тебя болит, твое эго. А прожив в общине 5-10 лет, у тебя меняется мировоззрение, у тебя меняются потребности, у тебя меняется возраст. И тут выясняется, что то, что хотела 18-летняя девочка, и то, что хочет 35-летняя женщина с двумя детьми, это совершенно разные вещи. То же самое касается и взрослых мужчин. Просто у женщин это происходит куда более остро. Поэтому, когда вы начинаете думать, что построить и куда переехать, берите обязательно, имейте в виду, что через 10 лет у вас изменится точка прицела, вас снесет, все равно снесет. В этом не виноват. Но вы же развиваетесь, вы же не дуб, уже обрезанный, так сказать, и стоящий как статуя. А это значит, что вокруг вас такие же люди. И то, о чем вы договаривались 10 лет назад, может совсем не работать. И я думаю, и то, что я видел вот в Фетхорде и в Ауравиле, вот, очень много людей, которые начинают использовать окружающих активно для себя. Выживает та община, ну, если это просто не поселковый, так сказать, хороший садовый товарищ, где там никаких претензий-то нет. Выживает та община, где у главного угла стоит служение. Вопрос уже ничему, да, начинается лигиозная секта, значит, да, или служить своему собственному эго. Поэтому мы взяли детей. Вот с детьми-сиротами, вообще с детьми, там все понятно. Ты должен себя ограничивать, и у тебя есть какой-то смысл существования, потому что, ну, ясно, что дети нуждаются в твоей заботе. И если мы не пьем, то мы не пьем, потому что дети не должны видеть пьяных родителей. Благо, у них они уже были, и они поэтому стали сиротами. Вот. И если мы делаем ролевую игру садовечиваться, то это потому, что мы хотим, чтобы дети поменялись. Это полбеды. Через запятую. А взрослый тебе говорит, я не собираюсь меняться. Мне уже 33, я все знаю. Нет, мне тоже было 33, я тоже все знал. Так смешно сейчас. Вот. Сейчас мне 56, я вообще ничего не знаю. Изумляюсь, глядя, на окружающий мир, на людей, на своего себя. И вот, представляете, вот эти изумленные люди собираются в одно сообщество. И если вы не договоритесь, вы даже крышу не поставите на дом. Ну, это понятно, да? Но это мелочевка, да, крышу можно нанять. А как детям крышу не снести? Ребенок ходит по общине, это замкнутый мир, и говорит, а почему у дяди Васи машина в два раза больше, чем у моего папы? Вот. И ты должен ему объяснить это непротиворечиво, и так, чтобы он не пошел эту машину поджигать. От чувства справедливости или несправедливости. А Стивен Гаскин сказал в 93-м году на огромном фестивале в Фентхорне, он говорит, мы в Техасе, в общине ФАМ, запретили частные полисы медицинские. Потому что если ты чем-то можешь поделиться, то только своим здоровьем. И поэтому у нас у всех нет медицинских полисов частных. Все эти американцы вроде такие, индивидуалисты даже нет. Ну и второе, когда мы тоже переживали кризисы, у нас тоже бывает все по-разному в общении, мы тоже растем, мы сталкиваемся друг с другом, и интересы пересекаются. Но мы пытаемся сделать так, чтобы в основе была необходимость договариваться, голосовать, и меньшинство обязано подчиняться решениям большинства. Просто обязано. А если нет, надо уезжать. Потому что наше решение касается жизни детей, образования, документации, медицинской охраны. Ну там, понимаете, вот это все-все-все, что есть в нашем государстве, все есть китер. И это общество просто не может быть построено на начало, даже самой благородной анархии. Но оно не должно напоминать внешний мир тоже, оно должно быть разумным, простите, оно должно быть ненасильственным. И я вам не буду говорить, как надо решать эту проблему, потому что я не знаю. А кто знает, тот врет, я вас уверяю. Вот. Но ее надо решать. И вы должны заложить это в основу своего плана. Как вы будете разводиться, как съехаться, и вы потом говорите, слушай, друг мой, я тебя очень люблю, но ты перестал работать. Ты перестал выходить на наши совместные работы, и ты нас больше не любишь. А друг тебе говорит, я 10 лет отдал этому поселку, все, мои акции, теперь содержите меня. А я говорю, а дети, которые приехали, они же не знают, что 10 лет отдал, они видят, что дядя Тунеялец. И никакая легенда здесь не поможет. Потому что они четко видят, что вот этот работает, а вот этот не работает. И объяснить ему, что у нас либеральные ценности, ну, ребенку нельзя, а зубистому можно. Более того, обычно, когда человек вырабатывается, мы так еще устроены, он чувствует свою собственную вину, и он дальше говорит, это вы виноваты, что такое происходит со мной. Ну, и дальше начинается вся эта психология, которую вы сами уже читали в книжках. Вот. Поэтому воспитание взрослого первично, чтобы воспитывать детей и вообще строить сообщество. Воспитание взрослого должно быть уважительным, не старинский режим. Но общая культура. Мой учитель Рерих, я, Светлана Николаевича, в Индии уже в 81-м году и в 83-м. Вот. Всегда говорил, что вообще все очень просто. Каждый день ты что-то делаешь немножко лучше, чем вчера. И красота спасет мир. Ну, не миссис Светлана, но я тоже говорю. Вот. И вот это надо обязательно заложить в основу любого построения человеческого. Любого общежития. Потому что неправильное питание... Зачем правильное питание, если он дурак? Может, лучше пускай не доедает? И тогда у него появится вопрос, что я не доедаю. И он поумнеет, просто стараясь куда-то пробиться. А если взрослый, поглощен эгоизмом йога... Я йогой занимался в 81-м году, опять же, в матрасе Мадурай у настоящих мастеров. Они не эгоистичны. Но я видел много эгоистичных йог. Потому что у него обед по часам... То есть это неправильный путь, это йога. То есть у него обед по часам, дыхание по часам, отношения с ними по часам. А я говорю, йога – это путь к Богу. Это путь жертвы. Вот. И они оригинальны. То есть община не может строиться на индивидуализации и на эгоизме. Она должна строиться на взаимоподдержке, на самопожертвовании и на служении. И тогда у нее есть шанс, что люди продержатся вместе. Вот. Я сказал все, что мне казалось главным, да, и, как вы понимаете, из этого вылетело все остальное. Моя книга «Тваждорожденные» здесь, в данном случае, в одном экземпляре, она есть в белых облаках в Москве. Тех, кто интересуется Махабхаратой и древнеиндийской философией, это мой личный опыт из Махабхаратой. Вот. Белые облака на Тульской и белые облака на Моросейке. На Покровке. На Покровке, спасибо, да. Вот. Там, кажется, указ наш представитель. Вот. Очень рекомендую. И то, что я сказал, разбить стекла теплицы. Это о том, как меняется сознание у детей и у взрослых. Масса конкретики. Вот. Вопросы. Осталось пять минут. Скажите, пожалуйста, как вы решаете конфликтные вопросы внутри общины вашей? Конфликтные вопросы надо решать до того, как созрел конфликт. Воспитанием и высокой культурой. Значит, когда люди съехались вместе, без конфликтов не бывает. Вопрос в том, берете ли вы в свое сообщество людей конфликтных. Вот. Мы не берем. Это невозможно решить. Из тех решил идти на конфликт и сражаться. Он снова пойдет и будет сражаться. Вот. Поэтому мы говорим, дорогой мой, твое эго в данном случае нас не очень сильно беспокоит. Если оно у тебя есть, то оставайся в большом мире. Тут интересно. Вот. А если вошел внутрь, оставь свое «я» за порогом. Это главный лозунг общины СПЛ в Америке, в Северной Короле. Они существуют 33 года. У них беспощадная жесткая дисциплина. Вот такая публика. Не слышно. Вы не используете опыт школы Щиитинина и опыт Макайнин? Я думаю, что я использую весь мировой опыт. У Щиитинина я был очень давно. Мы с ним, так сказать, ну, не близкие друзья, поэтому я ничего сказать не могу. Вот. Я думаю, что хорошо, что есть школа Щиитинина. Вот так прямо скажем. Вообще, чем больше разных школ и интересных развиваются, тем полезнее. Опыт Макаренко мне очень близок, потому что это коллективное воспитание. Но у меня оценка на культуру и на образование. Вот. Макаренко был в другое время, просто, историческое. Вот. Идеи-то были правильные. А реализоваться они должны по-иному, на мой взгляд. Мой друг Аманашвили. Мне очень близки его взгляды и его манера преподавания и контактов. Спасибо. Рассказ про структуру управления вашей инициативой. Можете рассказать вам? Да. Значит, она менялась. Значит, из анекдота про Сива-Каскина. Значит, там же вот, в Фентхорне, у них была огромная, значит, дискуссия, как начинать сообщество. Нужен ли харизматический лидер? То есть лидер такого вот нашего российского мощного типа. Естественно, они все были супротив. И вот этот огромный зал, напитый людьми, которые отсовещались три дня. И он встает ведущий, тогдашний глава Фентхорна, и говорит, ну кто еще в этом зале еще считает, что нужен харизматический лидер, ответственный, чтобы начать общину? Ну, и как вы думаете, встаю я под общий хохот. И с той стороны встает Гаскин и говорит, only myself and this Russian knows how to build communities. Только я и этот русский знают, как строить комьюнити, общины. Вот, на первых этапах необходим хотя бы один, кому нужно больше всех остальных. И управлять должен один, чтобы было знать, с кого спрашивать. Желательно высокообразованный, культурный и неконфликтный. Так же начинался Фентхорн, между прочим. И значительно, степень, так же начинался Аурамиль. А потом демократия. Обязательно, потому что только демократия и соучастие в управлении позволяют людям научиться. И когда у нас меняется глава, у нас пять раз, видите же, менялся глава. Причем не стрелялся, его не выгоняли, а просто оставался, приходил другой. Вот. Но все равно это было очень большое нервное напряжение. И только когда приходил Лов, он говорил, ой, вот я теперь понял, что это как-то самое зря, я отсюда вошел. А потом, который уже ушел, говорит, ага, а ты, что мне говорил на собраниях, что я дурак, что я не так решаю, вот теперь ты. Сейчас, пока все не пройдут, Голгофу, руководство, никто ничего не поймет. Это нормально. Я не глава, мне надоело. Я советник. Особо важно. Сейчас я это сам. Можно такое простое устроить? 30 дней в году, стоит 20 семей. Каждая семья управляет три дня и все. Это гениально, если бы не было государственного банка, проверок организаций, главы района, управы. И они любят одного человека. А если вы будете подсовывать каждый раз нового, они вас закроют, как сумасшедшие. Понимаете, да? И банковская подпись стоит денег, ну и так далее. Документы переправляются. Невозможно. Мы идем к счастливому будущему. Какое оно будет, я понятия не имею. Вот, вот просто вот совсем понятия не имею. Единственный позитив... Нет, ну там все позитивно. Я вообще-то счастливый человек. Но настоящий позитив только один. Последние дети, вот последние пять лет, которые мы выпускаем, большинство из них не спивается. Большинство из них поступают в институты. Далеко не все бросают их. Некоторые остаются и хорошо учатся. И остаются в своей семье. И некоторые говорят, ничего лучше, видите, я в жизни не видел. И я когда-нибудь обязательно вернусь. Сколько процентов? Ну, я скажу очень грубо, но я думаю, что сейчас процентов 20, вот, у нас есть и провалы. Но у каждого человека своя судьба, извините, она и в семье, вот, бывает, неоднозначно. Вот. Я не верю в паноцелы. Я не верю, что может быть организация, которая спасает всех. Вот. Я не верю в организацию, которая сделает сердце ростом счастливым. Это все нонсенс, это невозможно. Но процент счастливых людей в Китеже выше, чем в среднем по стране. И для меня это главная радость и утешение. Так, слушай. Мы получаем приемные деньги, приемные родители. Мы получаем зарплаты школьные. Мы проводим лагеря летние и зимние, которые пользуются огромной популярностью и действительно классно. Вот это три источника. Ну, плюс спонсоры бывают. Вот школу мы строим за счет спонсоров. Нам, кстати, нужно еще 30 миллионов, так что если у кого-то есть, вы с удовольствием... Ну, я не могу, кто не сказать, не обижаетесь. Вот. А вдруг что-то есть и правда. Вот. Тем не менее, вот одну четверть школы мы построили, фундамент второй четвертинки залили. Делим мы это общим голосованием. И далеко не все всегда бывают счастливы. Как сказали, стругацкие потребности все растут. Вот. И у каждого они растут по-своему. Тут ничего не поделаешь. Люди есть люди. Но, опять, драк из-за денег за сны. Вот так. Скажите, пожалуйста, как происходит взаимоотношение с властями у вас на сегодняшний день? Нас любят, у меня орден от Путина, глава, губернатор Калужской области, наш друг, приезжает и говорит, вы классные, хоть я вас не понимаю. Нет, ну он действительно хороший губернатор, я прямо сейчас не пиар, а я могу сказать, что нам просто так повезло, что больше нет. Вот. И поэтому к нам руководство очень хорошо относится. Вот как раз средний обыватель, он относится к нам по-разному. И когда тут одна девушка из МГУ проводила этнографическое исследование, сказки о китишах, представляете, женщина проехала, по району проехалась и записывала сказки о китишах, местный фольклор. Но я на уровне бабы и уже, и американского этого самого миллионера, который отмывает деньги при деревне Чумазово. Это смешно, но это реально. Знаешь, это, так сказать, глупенько. Адмистрация-то смысл. Глупенцы у вас много? Нет. У нас сначала, когда мы начинали, все были вегетарианцами. А когда начали работать каждый день, с утра до вечера, и стали вот такие приходить домой, начали все есть, не обижайтесь. Нет, ни одного сейчас не осталось. Со школы у нас так устроены. Это обычные уроки, но там. Со школы у нас, у нас государственная школа, мы пишем журналы, мы отдаем книги, там приезжают комиссии, мы все трошим, как осиновые листы. Но при этом у нас очень хорошие уроки, при этом мы позволяем себе мастерские, философские дискуссии, осознание. А главное, вот то, что надо сказать, понимаете, мы не берем людей, которые не готовы работать все время. Поэтому у нас ребенок, вот как в 8 утра, он встал на зарядку, вот так до 10 вечера, он находится под нашим любезным вниманием. И там чередуются. Я выхожу, у меня у вас, плаш, пойди в поход на час. Я говорю, дети, мы идем в поход. Они говорят, ну да, ура, там типа. Если не ура, все, знаешь, пойдешь. Поэтому, значит, надо. Но пока мы идем, я им рассказываю про жизнь, показываем красоты Родины, они у меня по-ебовски делают дыхание, кого-то я, так сказать, подгоняю ласковым отеческим, значит, словом. И в результате все в восторге вернулись. Потом у нас просмотр фильма, потом у нас секция Мушу, потом у нас математика для двоечников, потом у нас математика для отличников. Потом у нас, ну в общем, это все вот, а ну-ка, это течет и все. Главное, чтобы взрослые были хорошие. Если их нету, никакая система не сработает. Кстати, Амонашвили, можно процитирую, он сказал, наука убила педагогиков. Я с ним согласен. Если ты творишь, если ты любишь, дети будут каким-то образом все понимать и все набирать. Если ты слабак, ничего не можешь, никакая педагогика ничего не происходит. Ребята, друзья, друзья, время, тайминг. Ну, а не короткий вопрос, да. — Я не настроен защищать ее сообщество, я не хочу, чтобы меня выбрали депутатом. Спасибо. Первое. Значит, второе. Конечно, очень хочется, чтобы из нас выходили не только ученые, но и политики и административные сотрудники. Пока нас слишком много взрослых, слишком мало взрослых, которых не хватает ни в Китеже, ни в Орионе. Я от всей души приглашаю молодых, активных, умных, неконфликтных, преподавателей, фермеров, водителей, строителей и всех остальных к нам в Китеже-Варион. Попробовать пожить и поработать. А вдруг кто-то из вас захочет остаться. Нам крайне нужны люди. Единственное, что, прошу извинить сразу, возрастной ценз и нужная профессия. Вот. Ну и уметь им выживать и обживаться с нами. Вот. Это очень важно. На этом в Китежской ноте мы заканчиваем. У меня вот здесь вот, мы сейчас там в уголочке вот сядем, у нас там книги «Разби стекла теплицы», наши буклетики по игре, которая сейчас будет в Орионе, и вообще буклетики тем, кто захочет с нами выйти на контакт. И Антон сейчас напишет сайт, который тоже можете записать. Пиши. Вот. Все. Большое спасибо, что вы были в Орионе. Спасибо. Подтверждаю сказанное. Я лично был в Китеже 3 дня и 2 раза по 10 дней волонтерил в Орионе. И, опять же, можно сколько угодно читать книг, смотреть фильмы, но пока ты не приедешь и проживешь хотя бы неделю, не все понятно, как происходит. Вот Кузель можно подтвердить, да, как волонтера в Китеже Ориона. Для понимания, как это вообще возможно, прям приехать на выходные, на неделю, на две. Насколько можете, шикарный опыт рекомендую. Итак, друзья, мы продолжаем наш форум загородной жизни. Я рад видеть много новых лиц. Здесь экспертная лаборатория, в соседней даче, с вами дальше по коридору, лаборатория экобизнеса. И там сейчас будет доклад Виталия Мишукова про аграрные рекреационные жилые классы.